Не потому, что я такой противник всего нового, а просто, как сказать, компьютер не обладает той самой тактильностью, темным нервом, которым обладает рука. Я в этом случае всегда говорю, у компьютера нет божественной ошибки. На самом деле, когда ты что-то делаешь, твоя рука тебя заставляет двигаться по тому пути, по которому она создает свой, так сказать, закон. И в этом смысле она более человечна, что ли. Так вот, значит, что такое, когда мы начинали фильм «Ёжка в тумане», то мы снимали этот фильм с замечательным кинооператором. У нас с ним была не просто дружба, это было гораздо что-то большее, это Александр Борисович Жуковский. И я, когда говорю о фильмах, снятых с ним, то я о нем всегда говорил, он соавтор изображения. И когда я ему рассказал про сказку Сергея Козлова, которая была, в общем, небольшая по размеру, но она меня чем-то затронула, потому что она, в ней было что-то от японской поэзии. А для меня это очень, это для меня такой эталон искусства японской поэзии. Еще раз, под поэзией я подразумеваю не только поэзию как стихи, но и поэзию изображения. И в этом смысле для меня, конечно, Япония остается каким-то невероятным пространством, где японцы отушевляют все. Буквально, начиная от былинки, через былинку они отушевляют космос. И вот, первое, о чем я спросил Александр Борисович, говорит, ну и как ты собираешься делать туман? Я говорю, ну очень просто. Когда-то китайцы делали свой театр, а они делали театр таким образом. У них была некая пергаментная прозрачная поверхность, в которой плотно прижимались куклы, персонажи, а освещение шло изнутри. Так что зритель видел четко силуэт этих персонажей. И я говорю, вот, мне кажется, вот этот принцип должен быть положен. А когда куклы отодвигались от этого пергамента, то они оставляют в пространство. Вот, собственно говоря, что здесь сейчас не произойдет. Видите? Вот такой простой способ. Только у нас это было сделано на специальном съемочном станке, который обладал, на котором были заложены условия, доселе до этого фильма, не применявшие в мультипликации, не имеющие места. Хотя, тут нужно сказать, что наверняка все сидящие в зале смотрели БМВ. Надо сказать, что вот эту ярусную съемку первый открыл Дисней. И я видел этот станок, абсолютно уникальный станок. Причем станок этот рассчитывался математически. То есть у него там сидели действительно математики, физики, которые его рассчитывали, углы, оптики, которые знали свойства оптики. И, соответственно, значит, пространство рассчитывалось, исходя там из определенной, из фокуса на определенную фокусную расстояние оптики. И это было так. Надо сказать, у нас не было ученых, не было математики, которые могли прочитать. Мы все это рассчитывали, так сказать, по Лисковскому левшию. На глазок пристрелянших. И когда была предложена вот эта система, то невольно возникла необходимость сделать ярусы подвижными. То есть у нас, я вам сейчас покажу, что вот этот матовый целлулой убирает ежика в туман. А у нас наоборот. Ежик двигался в тумане. В глубину покадровая ярус двигался вниз. И вот смотрите, какая получается странная вещь, что мультипликация, она заполнена. На самом деле это в большой степени техническое искусство. И я, может быть может поэтому, я долгое время мультипликацию с некоторым раздражением. Потому что нужно сначала рассчитать, прежде чем перейти к творчеству. И все дело тут в том, чтобы расчет не поглотил твою творческую задачу. Вот этот самый нет. В этом смысле, куда проще, вот именно в этом смысле, литератору, который пишет слово, не нужно, не подошло, он его зачеркивает и пишет новое. А мультипликация настолько заполнена техническими всякими штуками, что чтобы что-то переделать, надо опять целый переделывать, целую конструкцию. И это, конечно, вносит дополнительное сильное раздражение. Но с другой стороны, когда я в Америке, вот в этой самой компьютерной фирме, рассказывал, «А прежде чем они задавали вопросы, прежде чем ответ начинать, я говорю, это на самом деле сделано очень просто. И в очередной фассаж они уже давно начинают смеяться, как это так просто. И когда я сказал про Туман, что это сделано очень просто, тут уже они совсем никак не могли поверить, как это так, такая сложная система возникает на экране, только просто. Когда я им это показал, я помню, реакции был хохот. Потому что они приготовили, они нас спросили, «Ты можешь сейчас прям здесь показать? Могу здесь показать? Вот прямо вот здесь. Да, прямо вот здесь на ваших глазах все это покажу». И они были удивлены простотой метода. Ну, видите, в чем дело. За каждым методом все равно огромное количество проделанных предварительной работы, и это становится легче только тогда, когда ты уже это все проделал. А до этого ты ходишь, ну, тут невольно вспоминаешь Маяковского. Я раньше думал, стихи делаются так. Пришел поэт, легко разжал кустам, и вот запел и так, наверное, проста. Пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнется перцем, долго ходишь, размозолик отображения, и тихо барахтываешь в тебе сердце, глупые воглые воображения. Вот в этом смысле я невольно очень часто у себя цитировал эти строчки, потому что они как нельзя точно аттестуют любую творческую работу, которая связана с новизной. с новизной.